определились и теперь достаточно разрезать вытянуть у нас изделие само по себе распускается когда мы вытягиваем нить разобрали полотно на две части и теперь аккуратно распускаете полотно в одну сторону и в другую. Устите, что в одну сторону распускается, а в другую нет, потому что у нас распускать можно только сверху вниз легко и просто. Убираем ряд, оставляем петли, которые будем зашивать. Другую сторону полотно распускается без проблем. Распустили до нужной до нужного размера. Все, теперь моя задача соединить два полотна обратно. Берем эту же нить, которую мы распускали и выполняем горизонтальный трикотажный шов. Начинаем это делать со стороны, где у нас находится нить. Стороны противоположные от хвостика на шинке. С одной стороны зашили, с другой. Входим в одну петлю и уходим из соседней. И таким образом мы зашиваем полотно. Это обычный горизонтальный трикотажный шов. Выполнять его нужно так, чтобы петли, которые мы зашиваем, имели ту же длину, что и основное полотно. Тогда никто никогда не заметит, что у вас изделие укорочено, что оно было обрезано и имеет теперь длину немножко поменьше. После того, как я прошила шов, вы видите, что полотно стало гораздо короче. Этот вариант, который у меня был в начале, я связала два полотна одинаково, второй укороченный. После отпаривания волнистость ушла, потому что нить разгладилась. И мы получаем абсолютно полноценное полотно. Если вам это видео полезно и интересно, нажмите, пожалуйста, нравится. Поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ждем вас на наших бесплатных посиделках по вторникам и четвергам. И обязательно приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова